А перед началом ролика я бы хотел поблагодарить новых подписчиков, их имена сейчас вы можете видеть у себя на экране. Чтобы оказаться в этом списке, просто поставь плюсик под первым закрепленным комментарием, не забудь нажать лайк и колокольчик. Каким нужно быть дебилом, чтобы купить iPhone 6s в конце 2019 года, после того, как представили iPhone 11 и 11 Pro? Насколько нужно быть челкнутым? Покажите мне этого придурка. На самом деле далеко ходить, ребят, не нужно, этот придурок прямо перед вами. На днях я купил себе новый iPhone 6s на 64 гигабайта, но если быть точным, он не совсем новый, а это CPU iPhone. Кто не знает, на канале уже есть ролик про такой же 7 Plus. Эти смартфоны можно смело покупать и брак у них встречается не чаще, чем у обычных iPhone. Переживать не стоит, 2 года гарантии, официальные аксессуары, все-все-все хорошо. Почему я купил этот iPhone? Во-первых, мне интересно, как работает старичок на 13 iOS, мне интересно его потестировать, сравнить с различными другими смартфонами. И заодно, ребята, просто как бы вспомнить легенду, поностальгировать немножко, потому что это довольно интересный опыт после iPhone 11, который вот здесь вот лежит, отдыхает у нас, взять в руки iPhone 6s и немножко им попользоваться. Чтобы вас немножко переубедить в том, что я совсем конченый, я хочу вам рассказать, за сколько я купил этот смартфон, а купил я его за 12 990. За 12 990 я купил смартфон на последней iOS с 64 гигами памяти. Как вам такое, а? Те, кто писали, нахера я его взял? Ну чё? Даже если я захочу просто продать его, я сделаю это дороже, чем купил его, поэтому я уже в выигрыше. Скорее всего, на сайте МТС была какая-то ошибка, потому что сами продавцы охренели, у них они стоят с ценниками 22 990, то есть на 10 тысяч дороже, а здесь 12 990. Соответственно, я не мог себе отказать в удовольствие и поехал и забрал его. Что хочется сказать по поводу этого iPhone? Его обзор и прочую херню мы сделаем в другом ролике, пока что просто расскажу свои впечатления об iPhone 6s и какие-то нюансы. Что хочу сказать в первую очередь об этом гаджете? Его я открыл сразу же, рассмотрел, всё хорошо. Это действительно свежий смартфон от Apple, на нём была установлена 12 4.1 iOS, то есть довольно свежая версия, она была перед 13, соответственно, он совсем недавно сошёл с конвейера. И даже на плёночках вот здесь вот есть надпись, если вы видите. Короче, там что-то про Apple Park и прочую херню написано, Apple какая-то, Huawei. В общем-то, такие плёночки на iPhone делают недавно совсем. Его я, конечно же, уже по своей паранойи защитил чехлами и стёклами, потому что мне так спокойней. Хочется поговорить об изготовлении гаджетов. Давно заметил, что топовые смартфоны Apple делают с вниманием к деталям, а какие-то более дешёвые делают, забив на это болт. И так, например, если посмотреть на iPhone 7 Plus, там вообще поголовно кривые экраны, щели и прочая хрень. Про это тоже у меня есть на канале, если надо, интересно, поищите. Взяв этот смартфон в руки, рассмотрев, вроде бы всё хорошо, вроде бы он чистенький, целенький, но вот здесь я вот заметил небольшой дефект. Если вы смотритесь над антенкой, вот здесь вот присутствует небольшая чёрная щель. И это просто неровность в корпусе, то есть антенка и корпус в этом месте не сходятся, там просто пустота и чёрная дырка. Вот так вот Apple делает телефоны, это Apple, знакомьтесь. Также хочется отметить, вот этот вот переключатель звука, он почему-то немножко кривой, и на нём есть зазубрины. То есть, как по мне, они просто мудаки. Если вы не знали, вот эти CPU-iPhone, они делаются таким образом, что берётся основная плата от какого-то iPhone, который отбраковали, затем берётся новый оригинальный корпус, экран, батареи, кнопки, всё-всё-всё новое, упаковывается и делается вот такой новый смартфон. Всё вот это, это оригинальное, заводское, новенькое, и вот такая вот хрень, каевой переключатель с какими-то коцками, вряд ли они попадут, конечно, но выглядит он колхозно, как будто, знаете, бэушный. Такого быть не должно, даже за 12 990 в новом смартфоне это ненормально. Но, в общем, смартфон неплохой, всё чётненько, экран стоит ровненько, царапин нету, за исключением вот этого вот поганого переключателя и вот здесь вот небольшой зазубрины, всё с ним отлично, и я уверен, что если бы ты купил этот смартфон, ты бы даже не заметил этих нюансов и пользовался бы и радовался. К айфону 6s у меня особо, особо тёплые чувства, потому что этот смартфон я как-то себе покупал ещё в далёком 2016 году, когда только-только вышла семёрка, и я купил айфон 6s на 32 гига, тогда это было много памяти, потому что 16 была младше, а 32 была среднее. Я купил себе на 32 гига айфон 6s за 45 тысяч, за 45 косарей. В то время для меня это были такие космические деньги, просто как сейчас, наверное, 100 тысяч. Тогда это было всё, что у меня практически есть, там осталось что-то ещё немножко на iPad и до свидания. Я поехал и купил его, у меня тогда должен был родиться ребёнок через там несколько месяцев, и я решил, что, блин, ну я буду снимать, фотографировать ролики, видео, там 4K, все дела, мне нужна хорошая камера. Я уже тогда мыслил правильно, и слава богу, что я так и сделал, потому что айфон 6s подарил мне много замечательных снимков. Хотя на данный момент я понимаю, что камера его совсем не фонтан, но не так давно на канале вышел ролик, который я полностью снял на айфон 6s, 6s Plus, если быть точным, и многие написали, что качество отличное. Если кому интересно, что это был за ролик, это был ролик сравнения айфон 10s и Xiaomi Mi 9. На тот момент у меня только 6s был под рукой, и я просто взял и записал на него видос. Примерно вот так фотографирует камера, и в хороших условиях она может потягаться даже с последними айфонами, почему бы и нет. Давайте сфотографируем окошко на балкон и посмотрим, как это выглядит. Видите, и цвета, и всё, в принципе, очень даже неплохо. Небо видно, вот эту градацию от синего к оранжевому. Всё, в принципе, отлично. В темноте камера, конечно, немножко сдаёт. Вот тут даже видно надпись на балконе, на шифере, вот на этом, как он называется, что-то там не бросать и прочее. То есть детализация снимков отличная. Смартфон меня радует. За эти деньги я готов заплатить 13 тысяч для того, чтобы у меня просто был айфон 6s. Почему бы и нет? Напомню, что это дешевле, чем сраные AirPods. Обычные беспроводные наушники. Вот этот дешевле. Чтобы вы понимали, у меня айфон на 64 гигабайта, вот этот вот. И чтобы купить айфон на 128, я должен был доплатить пятёрку, пять тысяч. Смотрите, давайте небольшая математика. Открываем коробочку с айфоном 6s. Смотрим на его внутреннее наполнение. Здесь у нас кабель с зарядкой наушники. Вот эти два аксессуара стоят по две тысячи в магазинах. Вот это две пятьсот. Итого мы получаем шесть пятьсот. Шесть пятьсот аксессуары. Если мы вычтем из тринадцати тысяч шесть пятьсот, остаётся ещё шесть пятьсот. Соответственно, телефон, чистая стоимость, шесть с половиной тысяч. Телефон на 64 гигабайта. С камерой, которая записывает 4K видео, который не тормозит. На iOS, между прочим. То есть полноценный смартфон, который, если вот сейчас вот взять, вытащить симку из моего айфона 11, вставить в айфон 6s, можно пользоваться и можно даже не сдохнуть от этого, потому что он окей. Так вот, мы получаем за вот эти вот копейки такой неплохой гаджет. Напомню, что здесь, чтобы получить дополнительно 64 гига, придётся доплатить пять тысяч. Здесь мы получаем 64 гига и плюс к этому ещё и смартфон. А? Как вам такая математика? Почему я эти аксессуары считаю по цене новых? Потому что частенько ко мне обращаются люди какие-то, которые там нуждаются в аксессуарах и покупают у меня их там, платят по частям. То есть у меня просто очень много их всегда. И кому-то удобнее просто взять, например, кабель зарядку и отдать там, например, за два месяца там понемножечку. А цена магазинная. То есть продам я эти аксессуары ровно столько же, сколько они стоят в магазине. Поэтому телефон просто красавчик, огонь, бомба и супер. Если вы хотите какие-то ролики про эту модельку, чтобы я снял, обязательно скажите мне об этом. Я запилю для вас эти видосы. Даже если вы не скажете, у меня есть план небольшой. Я хочу рассказать, как работает iOS 13 на нём. Хочу поговорить о его камере. Хочу поговорить о сравнении с iPhone 11, iPhone XR, iPhone 7 Plus. Возможно, ещё какие-то ролики будут на уме. Поэтому этот гаджет мы обязательно с вами ещё поковыряем. Потому что эра его не прошла. И пока что на рынке всплывают такие вот предложения по 12 990 за 64 гига. Ё-моё. Но это, блин, это чуть ли не лучший iPhone по соотношению цена-качество на данный момент. Потому что iPhone SE, конечно, был бы похуже. Да и напомню, что SE-шка, блин, на 32 сейчас стоит в районе 18 тысяч новая. Чё, чё, ребята. Во, во. Вот это вот топчик, топчик. Напомню, что тут есть такие функции, которых, например, нету в iPhone 11, XR и прочих, такие как 3D Touch, например, Touch ID и прочее. Поэтому он стоит своих денег. Также напомню, что здесь это первый смартфон, в котором появился Taptic Engine. И это тоже круто, что нет вот этой бзз-бзз-бзз вибрации вонючей, а приятные постукивания. И всё очень здорово. В общем-то, да, ролик про придурка, который купил новый iPhone 6s в 2019 году. Вы только что посмотрели. Если вы хотите, подпишитесь на канал и подпишитесь на мой Инстаграм и второй канал. В Инстаграме я частенько выкладываю фотки с разных смартфонов. Ну и кому просто интересно будет глянуть на мою страницу, обязательно-обязательно посмотрите. Все ссылки будут в описании. Ну и напишите комментарий какой-нибудь под этим роликом, потому что это поможет немножечко мне. И даст понять, что я не зря вот тут вот сижу и снимаю эти все видосы. Всем хорошего дня, хорошего настроения и пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok